Сегодня мы поговорим о свидетельстве. Недавно речь была о благовестии, о том, что нужно рассказывать свою историю веры. Я разговаривал с пастором Уорреном в моем офисе под названием «Ванная». Он сказал, многие считают, что свидетельства — это все наши плохие прошлые дела. Нет, это не так. Свидетельства — это то, как Бог освободил тебя от тех дел. Это дела, творимые Богом в твоей жизни. Об этом нужно рассказывать. Раз речь сегодня об этом, то вот его определение. Подтверждение или доказательство чего-либо. Бог делает что-то в твоей жизни. Всех нас коснулся Бог, и поэтому у каждого есть история о его делах. Многих из нас коснулся Бог, а точнее всех. И далее что? У вас есть по этому поводу свое свидетельство, а оно — доказательство. Кого здесь коснулся Бог, поднимите, пожалуйста, свои руки. Аминь. Доказательство того, что Бог жив. Поэтому следует рассказывать миру, дабы он узнал, что Бог есть. Друзья, мы призваны говорить о Божьих делах в нашей судьбе и рассказывать нашу историю в рамках Божьей истории о спасении. Наша история в рамках Божьей истории о спасении. Не за ее пределами, а в них. Убедитесь, что рассказываете о том, что дьявол побежден, как словом свидетельства и кровью ягненка. Суть слова «свидетельство» — я был потерян, а теперь спасен. Основа слова — Иисус заплатил за наши грехи на кресте. Основа — Христос, восставший из мертвых, победил. И Он воссел справа от Отца и придет судить живых и мертвых. И что нам прощены грехи, и что обрели мы жизнь вечную, что у нас есть надежда на Бога. Слово о делах Бога в твоей жизни проливает свет на мир и сияет в нем. Оно показывает миру. Есть надежда. Когда люди теряют надежду, они утрачивают все. Бог оставил нас здесь, чтобы дать надежду миру. Следовательно, Его дела в наших жизнях... История уверования и благовестия являют миру Боготворящего. Бога, который по сей день делает великие дела. Давайте ликовать и говорить о великих делах, творимых Богом в наших жизнях. Ну что же, первое место Писания на сегодня. Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих. «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Библия просто и ясно призывает нас не быть тайными христианами. Все мы прятались, а потом вышли. Пожалуйста, перестаньте молчать. Не желает Бог, чтобы его дети были тайными, верующими. Он желает, чтобы мы перестали скрываться. Бог коснулся нас. Мы родились свыше, спаслись и изменились, стали новым творением. Он вложил в нас Святого Духа и Свет Свой. Не для того, чтобы мы сидели в кустах. Он вложил в нас Свет Свой, чтобы Он сиял через нас. Позволяя Ему сиять, мы тем самым возвещаем дела Господа. Мы тем самым являем их людям. Позволяем людям видеть нашу жизнь, видеть наш брак, моя жизнь на виду всех. Да и все мы так должны жить. Ведь нам нечего скрывать. Наш брак должен быть открытым. Он символ отношений Христа с Церковью. Подлинно близкие отношения и любовь. Миру нужно увидеть твои отношения с женой. Пусть скажут «Ух ты!» Да напомнит им сия Боги и прославит Отца Небесного. Когда они увидят любовь между вами, когда они увидят ее, они прославят Отца. Поэтому не скрывайте проявление любви. Худшее, что можно сделать для детей, — таить ваши чувства к жене. Хотя мои отпрыски воротят голову, когда я обнимаю жену, им это нравится. Ведь они знают, родители любят друг друга. Так проявляется слава Божия. Забавно. Не помню, что мы делали в тот день. Синди, где ты? Я хочу рассказать это. Я сказал «Пойду поцелую свою девушку». А там была одна из внучек. Все дети сказали «Фу!» Джейден сидела там. Когда я поцеловал Синди, то посмотрел на наблюдавшую за нами Джейден, которая открыла рот. Скажу я вот что. Она научилась тому, что никогда не забудет. Чему? Тому, что муж и жена должны любить друг друга и показывать это. «Пусть светит свет ваш, да сияет ваш свет». Так вот, нам следует смело любить друг друга. Давайте сильно любить друг друга, чтобы мир видел любовь Бога и его свет в каждом из нас. Позвольте этому свету сиять. Для чего? Чтобы они прославляли Бога. Чтобы они прославили Бога, ведь в деяниях... Павел делал это в своем служении. На другой день он пришел с нами к Иакову. Пришли все пресвитеры. Этот Иаков был братом Иисуса, а был еще Иаков, которого обезглавили. В то время этот Иаков, брат Иисуса, был лидером церкви. Там были апостолы и пресвитеры. Сказано так, «Приветствовав их, Павел вернулся из миссионерской поездки, где он служил язычником. И говорится, «Приветствовав их». Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог язычников служением его. Он уехал вершить дела Божии. Они вернулись, и он сказал, «Братья, давайте-ка расскажу, что произошло. Расскажу историю». Вот об этом, например, язычнике, который пришел к Господу. «Хочу поделиться о случившемся». Павел известил их обо всем. А они в ответ, что сделали? Они выслушали и прославили Бога. Позвольте свету сиять, чтобы люди услышали о добрых делах, творимых Богом. И тогда они смогут прославить Бога. Павел повествует о своей истории в рамках истории Бога. Мне нравится, что он и о служении говорил. Ведь Павел был чадом Бога, а значит, и наследником царства. Бог дал ему служение. Господь действовал через Павла, дабы совершить чудеса. И в результате была явлена слава Божия. Павел не рассказывал о служении, чтобы снискать славу себе, но возвещал о чудесах Бога, дабы прославить Его. Сейчас служение будет другим. Потому что мы прославим Бога, говоря о Его недавних делах. Они были явлены здесь через служение. Я позову людей, и первым выйдет Кевин и Джерри. Ребята, сейчас сцена ваша. Добро пожаловать. Давайте им похлопаем. Аминь. Вставайте сюда. Почему я их позвал? Они были на выездном семинаре для студентов целую неделю. Они до сих пор живы. Семинар для студентов — это важное время. Кевин, пожалуй, немного расскажет, как это важно для них. У нас есть команда мечты. Многие люди трудились здесь. Они оставили свой дом, чтобы служить. Взяли отпуск, чтобы быть здесь и служить нашей молодежи. Мы действительно служим в команде мечты. Все верно. Спасибо всем, кто служил и посвятил время. Родители у служителей своей семьи, у некоторых детки и студенческое служение. Они подарили свой отпуск, чтобы трудиться там всю неделю, чтобы внести свой вклад. Те, кто отправил детей, знаете, на ваших шкалеров оказано сильное влияние. И это отразится в вечности. Невероятная неделя была у нас. Как я рад видеть деяния Божие. Начнем мы с того, что лидеры пришли в воскресенье. У нас было время все приготовить. В тот вечер Бог дал слово. Он сказал, что нам нужно найти три слова. И вот они. Семинар, дружба, изменения. Если поговорите со своими студентами, они расскажут и об этих трех словах. Мы видели, как действует Бог. Чем больше голода испытываем, тем больше Бог являет себя. Как же это чудесно. Главное, что на той неделе мы попросили их отключить телефоны. Чтобы их не отвлекали айподы и телефоны. У них не было путей к интернету и вещей, которые бы отвлекали их. Центром внимания был Бог. Ведь тема этого года была святость. Будь святым, ибо свят Бог. Как с этим смириться учащемуся 2018 года, города Сейн-Таман, Луизиана, когда вокруг все отвлекает и столько испытаний в миру? В среду нам позвонили. Ученик шестого класса был сильно ранен. Ему выстрелили в голову. Пастор попросил наших мальчиков из школы молиться, что они сделали. Потом к молитве присоединились девочки, а затем ребята из младших классов. Четыре часа спустя они еще молились. Закончилось время обеда, а школьники сказали, «Нет, мы хотим молиться. Позвольте нам молиться». Мы видели их пробужденные для молитвы сердца. Молитва важна. В тот вечер произошли чудеса. Человек сломал палец. У другого студента были проблемы со зрением. Теперь он не носит очки. Проблема с крестообразной связкой. Судьбоносные чудеса. К болящим подходили студенты и молились. Вы записали молитвы на видео. Семья десятилетнего мальчика, в которого стреляли. Драгоценная семья, которая была в кампусе. Положение было критическим, он умирал. И вот что утешило родных, близких и самого мальчика. Папа мне сказал, я принес запись. Мальчик был в коме. Отец принес запись. Он поднес запись детских молитв к уху сына, и частота сердечных сокращений повысилась. А когда убрал запись подальше, пошла на спад. Всякий раз, когда подносил запись ближе, частота сердцебиения повышалась. Я верю, мальчик слышал молитвы и то, что там происходило. Его семья утешилась. Он получил полное исцеление и ушел сегодня к Господу. Наши ученики сильно подняли дух домочадцев и утешили их. И это было удивительно. Мы видим чудеса Господа повсюду. В этом случае и в других, потому что нет границ для Слова Божьего. Сейчас он с Господом, этот мальчик. Я хочу, чтобы вы это знали. Аминь. Аминь. Воздайте Богу славу. Вот что еще произошло. 24 студента покаялись. 23 крещения. Хлопаем. Хвала Богу. Аплодисменты. Ты видишь Божьи чудеса, как Он входит в зал и все вокруг меняется. Мы крестили семерых лидеров. Даже нас, лидеров, Бог очень сильно наполнил своим присутствием. Сейчас студент кратко расскажет о делах Бога и Его судьбе. Пожалуйста, поприветствуйте Люка Вагнера. Люк, вперед. Алюка, расскажи, что Бог сделал в твоем сердце. Во время семинара я долго молился. Бог совершил много чудес для меня в это время. Показал мне много того, что я не видел. Много того, о чем я даже не догадывался. Изменился не только я, но и многие ребята. Во многих отношениях. Бог действует. Каждый раз, когда входишь в комнату, ощущаешь его лично. Там было много детей. Они отдали жизнь Христу. Я спас и был исцелен. Как удивительно видеть такое. Просто невероятно. Я жду, не дождусь, следующего раза. Люк, остановите его. Ты, ребята, даже внешне изменились. Уж точно Бог коснулся вас особым образом. Ты молишься и ходатайствуешь. До самой ночи, каждый вечер, ты встаешь на колени, преклоняешь их и просишь Бога дать прорыв. Я прав? Да, я был в зале до половины первого утра. С Кейдом мы один раз остались до двух. Это было прекрасно. Невероятно. Столько событий было. Родители. Вот место, где нуждаются в ваших подростках. Это небольшое вложение. Речь о вашем ребенке. Речь о делах Бога за эту неделю. И это поможет тебе войти в вечность. Скажи, ты думаешь, Бог сделал так, что это проложило тебе путь в рай? Да, конечно. Какая сильная история. Аминь. Аплодисменты Господу. Спасибо, брат. Молодец. Здорово. Просто красавчик. Да, Мэйсон говорил в прошлый раз. Он и Чейси говорили. Потрясающие ребята. Порой мы недооцениваем детей. Думаем, слава Богу, мои дети в церкви. И на этом все. Но и они получают откровения. Как хорошо он сказал. Я собирался в церковь, много чего делал. Но это не было моим откровением. На той неделе я его получил. Я служу Богу, потому что получил откровения от Него. Воистину, велик Господь. Очень важно, чтобы дети достигли этого. Послушаем еще одну историю. Изумительный суперпастор Бобби Джексон. Встречаем его, Бобби. Иди сюда. Вот о чем пойдет речь. Кстати, всех тянет туда, вглубь. Поговорим о конференции «Порванной цепи». Ты, твоя Стефани и родичи просто молодцы. Так и есть. Подошли однажды ко мне много лет назад и сказали, мы хотим по выходным служить тем, у кого зависимость. У них есть группа. Вам помогает Дон. Да и с остальными вы стали одной командой. Мое дело лишь вспомнить, что они тут каждую пятницу. А вы говорите «каждую пятницу». Вот эта самоотдача, жертвовать временем каждую пятницу. Бобби работает, как и все. 40 или 50 часов в неделю, еще плюс 6 часов труда в другом месте. Смотрите, какая посвященность. Ему есть чем заняться. Бобби говорит «да, это так». Сколько лет вы уже здесь? Четыре года. Четыре года без сучка и задоринки. Встречаем. Снимаю шляпу, брат. Просто дух захватывает. А все потому, что ты заботишься о людях. Порванные цепи служения подросткам. Посещают многие тюрьмы и другие организации. Много чего здесь происходит. Как важна конференция «Порванные цепи». Чуть позже расскажи историю, а я пока поделюсь, что открыл мне Бог. Я был в Роузпан. Был оба раза на порванных цепях. Там был банкет. Многие люди освободились там. Вы в пятничный вечер были здесь. Шла конференция. Я поклонялся. Шло поклонение. Когда звучала песня «Отважная любовь», люди пели ее. Я поднял руки и почувствовал пребывание Духа Божьего. И тут Бог дал мне видение. От Господа оно. Пастор Уоррен, в твоем видении Бог показал, что церковь этого не видит. Она видит это по-другому. Когда человек приходит в церковь, мы слышим, как он хлопает входной дверью. Что при этом мы представляем? Миленькую семейку. Муж. Разве не так? Муж, жена и пара детей выходят сюда, идут в церковь. Мы идем в церковь, хвала Богу. Да, отлично, аллилуйя. Знаете, такой трюк ума, да? Бог сказал церкви, «Не это надо представлять, уявиться другое». Бог показал это. Я сидел и поклонялся. Выходит человек, обвитый цепями многократно творимого греха. Человек, полностью покрытый грязью. Причем грязь течет и капает с него. Я был в том видении. Господь сказал, «Как теперь церковь поступит с ним? Примет и обнимет? Побоится, что попросит денег?» Я вышел и начал плакать. Вышел и обнял его. Бог сказал, «По этой причине моя церковь здесь. Она для них. Вот почему вы все еще здесь. Ведь я хочу, чтобы вы служили им. Ведь чем дальше вы уходите от страждущих, тем дальше вы уходите от меня». Церковь не для здоровых, а для больных. Скажите аминь на это. Церковь... У нас должна быть щедрая любовь к новообращенным. Кто сказал, что сюда приходят лишь благообразные? И вот поэтому народ и думает, «Я не достоин ходить в церковь». То есть наши желания совпадают с их мыслями. Поэтому распахните объятия. Речь о наркоманах, о зависимых, о гомосексуалах, мусульманах, убийцах, ворах, о тех, кто несколько раз был разведен. Эти люди страдают. Они сплошь покрыты грязью и в цепях. Они много чего натворили и потеряли уже надежду. Церковь, услышь меня. Распахни объятия для них. Ведь мы ненавидим то, что грех и дьявол сделали с ними. Но мы должны любить их и открыть объятия, желать обнять их, даже залепанных грязью. Скажите аминь. Мы должны желать этого. Пусть все знают, что мы ждем их здесь. Мы вас ждем и любим, несмотря ни на что. Любим вас так сильно, что покажем лучший путь. Бог будет работать с тобой, а мы проявим к тебе терпение. Таким должно быть сердце церкви. Вот почему мы все еще здесь. Идти к бедным, раненым, сломленным, плененым. Вот что надо делать. Продолжайте тему о порванных цепях. Опять мои семь минут начались? Нет. Начинай и все. Начинай и все. Это была потрясающая конференция. Всегда очень волнительно выступать, услышав о таких показателях. Но главное — это Бог. Посеяв зерна, земледелец ожидает урожая. Поэтому мы следили за окнами. Поставили еще стульев. Вдруг больше людей придет. В пятницу вечером пришло 500 человек. Просто фурор. Все стулья в здании были заняты. Церковь была забита грязными людьми, а они пришли очиститься. Пока расскажу вот о чем. Я смиряюсь, когда учусь тому, что Бог на какие-то вещи смотрит по-другому. Он видит нас и показную славу и тому подобные вещи. А здесь было столько самозабвенных людей. Три дня они здесь проливали пот и трудились без отдыха и брюжания. Кажется, здесь нет Брайана и Тиши. Но я хочу отметить их и всю команду. Люди служили под их началом, потели, готовили, носились и служили всем, обеспечив высочайший сервис. Я верю, что их награды за труды будет больше, чем моя. В таковых нуждается царство. Царство нуждается в беззаветных людях, что с охотой служат, проливают пот. Они желают трудиться. И каждый из вас участвовал в этом. Большое спасибо. Я покажу вам фото. Пожалуйста, покажите ее. Вот что было на конференции. Я обнаружил, что никто не знает, что это. Все просто. Мы называем это дурманом. Плохое занятие. Вот почему мы его называем. Это важная конференция. Я спросил пастора Синди, а можно ли спеть песню «Алтарь»? На что она ответила, не знаю, если на алтарь принесут что-то, то сделаем снимок. Я принес это пастору Левайзу. Я сделал снимок стола. Кстати, там все это зло и лежит. Можете проверить. Я шучу. Смотрите, хочу исповедоваться. Можно мне признаться? Я спас, и это было захватывающее спасение. Служил Богу, много трудился для Него. Но, признаюсь, долгое время я блуждал. Я-то думал, что христианство — это галстук и чистый костюм. Я сильно отдалился от Бога. Кое-чем поделюсь с вами. Если вы слушаете меня и принимаете слово, оно навсегда изменит вашу жизнь. Когда наркоманил, я был ближе к Богу, чем когда был Ханжой. Был ближе к Нему при каждом вздохе, ощущал его в моей отчаянной нужде в Боге. Иногда мы так далеко уходим от Бога, когда гонимся за кем-то другим. Если хотите узнать сердце Бога, проникнетесь жизнью страждущих. Они плачут. Я видал подобное. Да и жизнь моя тому пример. Детские слезы, наркота, парнишка в канаве. А Бог видит по-другому. Бог увидел боль, сокрушенность, сексуальное насилие, потерянность, надломленность, слезы. Когда эти ребята отворачиваются от лжебогов и обращаются к истинам, они видят Его славу, силу живого Бога так, как нам не снилось и не разумелось. И вот что сказал мне Бог. Вот место мое. И всегда им будет канавы, грязь, слезы и боль. Джефф, я прошу тебя, дай мне, пожалуйста, эту штуку. Джеффри сказал, что он уходит из школы. Это шутка. Это очень важно для меня. Вот чему я научился. Когда вы встретите того, кто потерпел неудачу, обессилевшего человека на дне, они знают, что дела их плохи, и в этом их убедить несложно. Сложно убедить их в том, что есть нормальная жизнь, с хорошей работой и без долгов по счетам. Сложно убедить их в том, что они неправильно думают о себе. Мой приятель, владелец бизнеса, он всегда поддерживает семью и поступает во всем верном. Я служил ему несколько лет, а потом он осознал, если я даже все делаю правильно, я знаю, я что-то упускаю. Сейчас он верный служитель, он вошел через эти двери и стал участником порванных цепей. Он подошел ко мне и положил на ладонь вот это. «Бобби, я хочу, чтобы ты знал, больше мне это не нужно. Это больше, чем баночка с черепом. Я верю, что Бог хочет не только освободить зависимых людей. Я верю, что Бог желает освободить нас от гнева, боли, негодования, непрощения, ран, подавленности. Я верю, что Бог хочет быть с каждым человеком. Я хочу отчаянно нуждаться в Боге сегодня и завтра, так отчаянно, как в день своего покаяния». А вот что мы видели всю неделю, радикальное изменение людей в пользу Бога. Аминь. Когда убегаешь от боли, от служения отверженным, то что в итоге происходит? Ты начинаешь судить этих людей, потому что считаешь себя лучше их. По сути дела, когда мыслишь о грехе, сразу на ум приходят крэк и кокаин. Ох, как это плохо. «А вот воры, они плохие». Конечно, все это плохо. Но послушайте, это не хуже сплетен, клеветы или дурного обращения с женой. Не хуже этого. Ты осознаешь. Минуточку. Так у меня нет права никого судить. Если сужу других, надо сперва себя, наверное, судить. Дай-ка я свою жизнь взвешу на весах Библии. И тогда все пойму. Лучше изменюсь там, где мне надо измениться. И когда я изменюсь сам, тогда будет и сострадание к людям. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом по местной церкви. Послушайте, Бог любит вас, и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова